сегодняшняя тема гносеология как философская дисциплина гносеолога гносеология теория познания план 1 вопрос проблема сознания философия теория познания и направления сущность и содержание познания уровне познания чувственное и рациональное познание гносеология как философская дисциплина рассмотрим первый вопрос гносеология это раздел философских знаний гносеология это изучение того как в процессе познания происходит движение от незнания знания 3 философское изучение меры познания человека мира и самого себя гносеология изучение природы наших знаний какими они есть сами по себе своей специфика философского подхода к познанию гносеология имеет значение знания и наука или теория познания раздел философии в котором изучаются природа познания и его возможности отношение знания к реальности выявляются условия достоверности и истинности познания термин гносеологии впервые предложил пр.р.р. 1854 году типичные понятия гносеологии это сознание истина практика познания субъект объект материальный идеальный интеллект рациональная интуиция вера знания и другие терминологии познания философию термин теория познания ввел шотландский философ джейнс феррер 1854 году совершенствование средств познания неотъемлемая часть истории человеческой деятельности в начале познания выступает в наивных порой весьма примитивных формах то есть существует как обыденное познание понятие гносеологии две основные классификации философии ответы на ее основные вопросы основные вопросы философии антология что первично в мире гносеология как познается мир ответы на основные вопросы антология материалисты материя бытие определяет сознание идеалисты мысли бытие определяется сознанием гносеология что познается мир как познается мир эмпирики чувствами через опыт рационалисты через разум гносеология гносеология означает от греческого гносис знания логос учения раздел философии изучающие возможности познания его формы и методы условия его истинность гносеология 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 построение общей теории познания она отвлекается от особенностей свойственных познания в каких-либо отдельных сферах человеческой деятельности и ищет общие в них познавательная функция сознания объяснялась идеалистами концепции врожденных идей или откровением божества диалектика материалистическая философия утверждает связь познавательного процесса практикой гносеология гносеология учение о сущности закономерности и формах человеческого познания это один из разделов философии наряду с антропологией аксиологией этикой эстетикой логикой следующее природу человеческого познания его предпосылки условия достоверности и истинности знания познание один из видов творческой деятельности оно включает в себя элементы объект и субъект познания средства и методы познания результат познания новое знание и его оценку основное внимание в теории познания уделяется проблемам познаваемости мира роли чувств и разума получение знания форм и методов познания истины и ее критерии теория познания теория познания изучает первое это взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности второе отношение знания к действительности и возможности познания мира человека третье критерии истинности и достоверности эмоции и чувства влияет на процесс познания давайте рассмотрим эмоции как влияет ему эмоции это аффективная форма проявления моральных чувств а чувства эмоции но выраженные в соответствующих понятиях чувство любви чувство независимость и так далее мотивационная сторона познания устойчивость интересов и целей субъекта познания заблуждение это содержание знания субъекта не соответствующие реальности объекта но принимаемые за истину ложь это сознательное искажение образа объекта структуры гносеологии первое это общая теория познания эпистемиология и методология основные разделы философии то есть гносеология гносеология как мы сказали от греческого знания познания и логос слова понятия теория познания гносеология это теория познания раздел философии изучающий природы и возможности знания его предпосылки средства и условия достоверность а теперь рассмотрим термин эпистемиология эпистемиология от греческого знания и слова понятия эпистемиология это теория познания синоним слова гносеология употребляемый в английском и французском языках философское учение о познании уровни и ступени познания эмпиризм направление в теории познания признающие признающие источником познания чувственный опыт то есть ощущение восприятие и представление рационализм рационализм это философские направления направления признающие разум основы познания то есть понятие туждение умозаключения а не научными способами познания бывает интуиция вера мистическое озарение основные концепции теории познания эмпиризм основа познания чувственный опыт рационализм основа познания разум интуитизм основа познания интуиция синтетическая концепция основа познания синтез чувств разума и интуиция Продолжение следует...